Август, грибной сезон только начался, скажут многие брещанины. Уже сегодня ночью в Брестскую городскую больницу скорой медицинской помощи с отравлением грибами поступили первые два пациента. Как распознать отравление этим непредсказуемым лакомством и что делать? Основные симптомы это симптомы гастроэнтерита, то бишь это тошнота, резкая рвота многократная, которая им приносит облегчение сначала пищи, уже потом содержимым желудка. Это частый жидкий стул, выраженные боли в животе. Так стандартно начинается любое отравление грибами. А уже дальше в зависимости от вида грибов, оно может отягощаться и головокружением, судорогами, потерями сознания, тахикардии и так далее. Все симптомы перечислить невозможно, но даже уже вот эти первые, если они у человека начались, это говорит о том, что есть явление отравления грибами, либо, допустим, какой-то диспептической реакции на грибы. Желательно обратиться сразу за помощью в больницу специализированную, либо вызвать скорую помощь. Если же, допустим, мы находимся где-то далеко, или пока решили, что мы этого делать не будем, обязательно должны употребить в пищу активированный уголь до 30 таблеток, солевое какое-то слабительное, если у нас есть, ну и обильное питье. Это все, что мы можем сделать до приезда скорой помощи. При недостаточном знании и разнообразной грибной палитры и для своей же безопасности любой житель нашего города может приобрести грибы на любой вкус на Брестском рынке. Золотистый боровик, польский, белые лисички, зонтики, подосиновики, рыжие – выбор уже большой. А еще преимущество в том, что любой товар, который поступает на прилавки рынка, проходит ветеринарно-санитарную экспертизу с получением сертификата в последующем, что может гарантировать безопасность купленного продукта. Грибы – это дикорастущая продукция, которая накапливает радионуклиды, поэтому мы в лаборатории обязательно проверяем грибы. На данный момент привозят к нам с Малорицкого, Кобринского, Брестского района. Превышений пока не было, но каждый год превышений есть, поэтому обязательно нужно проверять грибы. А просьба покупателей – спрашивать талон с лаборатории. Быть может, не все знают, но гриб – это ценный продукт, в котором содержится много микроэлементов – железа, калия, фосфора, йода, цинка, марганца и меди. Он способен дать форм многим другим продуктам. Не зря некоторые из видов грибов при правильном приготовлении могут даже иметь вкус очень похожий на вкус мяса. Собирать этот натурпродукт не всегда просто, это целая наука. Опытные грибники долгие годы копят свои секреты. Лизнуть язычком. Не горький, все. Но сырежек я не беру. Ну и цвет подсказывает. Например, белый под шапки, белый, а если такой желтоватый, это значит все. Горчак называют еще. Есть поддельные, даже лисички. Вчера дочка принесла. И зеленки поддельные есть. Под шапочкой белые. А надо, чтобы зеленые. Отрезают гриб, вот допустим, отрезают, вот корень вот большой, да, они его поднимают в мох и закладывают обратно. Вот так собирают старые люди. У нас так бабушки собирали. То ли это вот какой-то секрет, они скрывают, но чтобы кто-то другой вот не видел. То ли вот как бы для сохранения грибницы, но очень часто вот у нас так делают. Все опытные грибники сходятся во мнении, что человеку, не владеющему знаниями о грибах, и тем более без помощи опытного наставника, лучше их не собирать. У настоящих грибников нет соблазна собирать непонятные грибы. Им хватает хорошо знакомых. Если идешь в лес, знай, какие грибы надо брать. Вот я знаю, такие случаи были. Приходит человек с леса, корзина грибов. Переберите мне грибы. Три гриба в корзине. Сведовных, остальные все. Люди берут все подряд. Вот это так травится. Лучше не брать. Если вы не знаете гриб, не берите его. Если я его не знаю, даже он будет красивый. Есть в лесу, вот похожий на белый гриб, он называется горчак. Он вот действительно красивый, но решетка вот здесь у него идет совсем другая. И люди некоторые путают вот его с белым грибом. Важно помнить, чтобы не попасть в ловушку и не стать очередной жертвой отравления, стоит относиться крайне серьезно к употреблению в пищу грибов и к их сборам. А если есть сомнения, то лучше это не делать вовсе.